здравствуйте уважаемые зрители моего канала сегодня меня по skype связи значит вот кристина она написала как-то письмо мне под последнее нет предпоследнее видео но первое видео про артема фрукторианца который не пьет воду и ест фрукт про его анализы и меня заинтересовало это письмо кристина рассказала в письме мне о своих проблемах в прошлом как она себя излечила благодаря ну там знания методом которые она получила там или здесь и про других уже людей кому она в этом могла помочь но я бы попросил об этом не просто рассказать а вначале сейчас передам слово кристини попросить ее рассказать а вот том что она считает неправильным в питании или скажем в анализах что нужно устранять и как на ее взгляд артему а потом свою историю и в третьих уже историю того человека кому она смогла помочь хорошо здравствуйте кристин добрый день здравствуйте андреевич спасибо что согласились провести со мной эту беседу по поводу артема да я ему писала на канале что самое интересное мой комментарий не появился под общими комментариями и я хотела бы заранее вас поблагодарить за то что вы не удаляете комментарии подписчиков и не подписчиков и что вы разрешаете людям оставлять свое мнение под видео конечно все в рамках отличия так извините перебью сразу скажу что люди некоторые напишут зная что бывали другие моменты исключения удаляю тоже комментарии но только те которые хамские надменные циничные подлые вот такие я удаляю а так я всегда готов выслушать искать ну какие-то знания или там опыт людей и подискутировать с кем угодно тем более вы интересно действительно написали ну что ж тогда давайте приступим прямо к делу то есть вы действительно расскажите мы уже знаем но зрители кто не знает кому будет интересно посмотрят это мое и первое и второе видео где я уже анализировал вот эти самые а кстати вчера вышло вот сегодня у нас какой сегодня у нас 22 апреля вчера вечером 21 апреля у меня вышло второе видео по результатам анализов артема где и врач который брал у него анализы высказал свои соображения на эту тему и я проанализировал то что говорил врач это что я увидел по результатам анализа у артема дал рекомендации пояснил кое-какие моменты будет интересно если вы еще не видели тоже посмотрите ссылка будет в любом случае и на первое видео и на второе под этим видео в описании ну а теперь да крестни расскажите что вы думаете на эту тему то есть по проблемам или там скажем анализом артема я думаю что конечно такой низкий то есть никакой b12 по нолям да не говорит и не сулит ничего хорошего в дальнейшем это все до поры до времени то есть его опыт в 500 дней ни о чем не говорит это ничто то есть нужно пройти путь как он проходит до на фруктурианстве минимум 5-7 лет вот только после этого он может говорить о том что он гений что у него b12 по нолям потому что запаса b12 как известно уже давно хватает примерно на три-четыре года максимум потом уже начинаются реальные проблемы это и проблемы с сердцем это и потери веса это и проблемы с дыханием но и с головой понятное дело вы уже рассказывали на эту тему тоже видео хотелось бы уточнить один момент что b12 это все-таки не витамин как многие думают что это на самом деле бактерия которая у нас обитает в организме она обитает не только в жкт она обитает и носоглотки возле зубов то есть ну на всем на всем протяжении можно сказать человеческого организма но если она есть носоглотки это не значит что она вырабатывает b12 b12 у нас синтезируется только в жкт если у человека здоровый жкт у него будет синтезироваться b12 как показал мой опыт до через год моего сыроедения мой b12 был 345 нормы тогда были по моему от 180 до 600 ну что то такое точно не помню референция на обычном питании b12 я не сдавала поэтому не могу сказать в районе скольких единиц он у меня был может быть и 500 может быть и 400 может быть и 200 я единственный хочу вот сразу ну как поправить насчет b12 вы сказали чтобы 12 это все-таки не витамина бактерии но b12 это все-таки витамины просто они синтезируются бактериями потому что да потому что все-таки группа b известная группа описаны подробно известно как какой от b1 до b17 как на что влияет это конечно витамины просто синтезирует их бактерии действительно я много раз говорил что впрочем даже сейчас повторять не буду кому будет интересно у меня есть видео про b12 где в общем-то все проанализировал почему у одних людей переходя на то же сравнение получается скажем стабилизировать и чтобы b12 не уменьшался в процессе их жизни без животной пищи а у кого-то это не получается что тогда делать одной группе другой в общем варианты но я сказала что это не витамин потому что именно этот витамин вырабатывать бактерии то есть этого витамина нет нигде вот и что я имел ввиду то есть это нет его в продуктах его нет нигде его невозможно уколоть в уколах каких-то то есть он поднимется да но это будет недолговременный результат нет ну в уколах безусловно этот врач который с артемом был как медицины да вот этой вот спортивной медицины эндокринолог вот это он кэш прав безусловно это исправляется у кого критическая ситуация и дефицит такой бы 12 что поднять его например даже метилкобаламином там таблетками не получается вот бывает такое то уколы это дело исправляют и потом проще людям с большей цифры b12 все-таки уже любым другим способом поддерживать но это иногда нужно то есть вот эти уколы гидроксикобаламина действительно нужны это советский согласно конечно чтобы спасти так скажем человека чтобы он вообще не ушел куда-то может быть да потому что может быть и сердечный приступ что угодно вот ну а по остальным вот есть у вас какое-то соображение или там может быть вы хотите что-то сказать насчет других а ведь у артема там было обнаружено 6 основных проблем низкий тестостерон у него ну понятно что кстати самой опасности даже при дефиците b12 не в самом этом показателя в том что повышен гомоцистеин очень ядовитое опасное вещество которое вызывает тромбозы но и не только вот плюс ко всему у него ну я предполагаю ну ладно об этом что говорить к 2 тоже в дефиците но врач почему-то ему не проверял хотя у него плотность кости низкая и начальная стадия остеопороза это нужно и не только d3 который у него тоже в дефиците большом в огромном и у всех сейчас дефицит d3 ну вот у него а еще и плотность костей низкая к 2 я уверен что в дефиците ну впрочем об этом в прошлом вот вчерашнем который вышло вчера видео от момента записи сегодняшней нашей все 22 напоминаю апреля вчера 21 опубликовано вчера было видео но я там свет пояснял вот вы про остальное что-то можете сказать или вот вы себе проверяли d3 нет не проверял ни разу если что могу сказать насчет но сильно так в дебри мы конечно не будем лезть это там я не смотрел видео которое у вас вышло на канал смотрю потом я могу просто сказать так если он будет дальше увлекаться фруктами и есть их таких количествах это что он есть там 4 3 яблочко в день я в это не верю еще раз говорю такого не бывает если вы дальше увлекаться ничего хорошего из этого не получится мой прогноз такой что он просто соскочит фруктов через два года два два с половиной года и все потому что начнутся дефициты не только по этим витамином то есть там полнейший начнется дисбаланс потому что человек он думает о питании о спорте он не думает об очищении а еще раз повторю это ключевой фактор то что вы сказали про паразитов то что нужно очищаться это абсолютно верно потому что до того как я например очищалась до паразитов мне было намного тяжелее все это делать у меня был жуткий токсикоз от этой всей жизнедеятельности до который у нас внутри обитает поэтому конечно нужно подходить с головой к своему здоровью с тем что ты делаешь нескольких человек не надо одного человека слушать да абсолютно да и знаете вот еще такой вопрос вы мои лекции вообще смотрели когда начали если смотрели их смотреть я начала самом самом начале своего сыроедения то есть это было где-то 2015 год я понял вам помогли в чем-то они мне во всем помогли потому что я разбиралась как раз таки и в питании как устроен организм на жкт желчный печень все это я изучала паразиты тоже я слушал там по моему довольно таки длительно тоже лекции там 22 часа где-то 3 до давно было все я выписывал у меня есть тетрадочка в которой все записано там покажу так немножко вот моя тетрадка у меня здесь все пометки например вот я открывала читала изучала если что-то было непонятно возвращалась потому что все-таки видео очень много на канале нужно делать пометки и выписывать что-то основное для себя вот это очень правильно что вы делаете самый грамотный это ну научный подход по сути и структурированный логичный подход то есть когда человек конспектирует важную информацию в этом потоке но информации объемный большом в большом потоке систематизирует вот потому что легче потом будет во первых всегда вернуться освежить в памяти человеческая память не способна все скажем так запомнить и при этом еще выудить когда надо оттуда рациональное зерно или нюанс какой-то в данный момент времени необходимый а конспектирование помогает вот совершенно верно факт в том что через пять лет своего среди я пересдала в 12 и он был уже 245 но я не добавляла продукты которые содержат бы 12 я не добавляла в принципе большие объемы пищи наоборот я пищу убирала я проводил очень много дней без еды и голодания ну поскольку мне нужно было исцеляться там тоже от каких-то своих заболеваний я старалась жить с минимумом пищи так вот на протяжении трех или четырех лет я жила с минимальным объемом пищи это было где-то раз в день я кушала но вот с две ладошки две ладошки все что туда входило это могло быть или сыроедное чисто зависело от сезона или там ну вот крупы я начала добавлять это через год своего сыроедения потому что мне захотелось тепленького и более такого насыщенного так скажем по вкусу вы варили крупы варили я и запаривала не варила какой какой температурой заливали я заливала 60 градусов но потом мне начало это немножко заморачивать я просто ставила на плиту у меня электроплита у меня просто закипала она ну я соответственно там промыла у меня на закипела гречка репшонка и я просто накрываю крышкой она у меня настаиваются без температуры вот это была гречка шонка еще что все овсянку геркулес я не ела единственное что я молола овес цельнозерновой и также молола пшеницу иногда вот добавляла я тоже в какие-то коктейли все это все чем я ограничивалась потом позже я начала убирать крупы потому что за ну где-то два года они мне начали не очень хорошо на жкты действует ну плюс они просто мне надоели я оставила овощи авокадо я очень длительный период времени употребляла и ягоды тоже очень не полюбились в принципе все вот все чем я питалась потом у меня начали увеличиваться дни без еды то есть я проводил на соках на жидкостях номер на минеральной воде время принципе еда мне начала уже вообще не интересовать и тут у меня возник вопрос потому что у нас тоже был на канале спор с одним человеком ну он ко мне зашел начал комментировать и упрекать меня за то что я скоро начну сыпаться чтобы 12 у меня теперь не поднимется раз он начал опускаться на что ему сказала что посмотрим через время я не знаю ни одного человека который проводит дни без еды длительные периоды и убирает продукты то есть не добавляет и не знаю какой у него показатель b12 вот я провожу такой эксперимент и хочу проверить какой мне будет b12 недавно буквально за несколько дней до выхода видео артема я сдала свой b12 и выложила его тоже у себя на канале с 245 в том году он у меня поднялся до 300 то есть сам по себе ничего я не делала ничего не пила ничего не колола дорогие друзья я советую вам подписаться на мой канал в телеграме мало ли что будет с ютубом а там вы сможете смотреть мои видео которые буду выпускать впоследствии если вдруг не будет ютуба сейчас этот канал дублер а под этим видео по ссылкам вы найдете и другие мои соцсети где можно найти те или иные мои видео выступления на разные темы смотрите ссылки под этим видео но при этом последнее время вот смотрите это важно с того момента когда вас был 245 до того момента когда он стал 300 в этот период если вы ничего не добавляли это очень важно как вы питались раз в день два раза в день какие промежутки между едой были сколько соответственно промежуток от последней еды в этот день до следующего приема пищи было это важно как с чем совмещали продукты вот об этом пожалуйста расскажите я кушала в начале то есть два года я сейчас так скажу просто заранее до два года я кушала раз день раз день промежуток ну соответственно 24 часа у меня проходил я кушал в обед где-то с двух до четырех любое время потом когда я начала убирать еду то есть кушать два-три раза в неделю я кушал также в обед но объем пищи но с двух ладошек я уменьшила до 1 и сейчас я ем где-то один-два раза в неделю в принципе где-то также ем ладошку 2 не больше это зависит от что я хочу один-два раза в неделю до а что сейчас вы видите и как давно вот так вы едите один-два раза в день как давно год уже будет в мае будет год я думаю что летом я сейчас возможно перейду на питание но 45 раз неделю за того что будут ягоды потому что я их люблю вот какие-то вкусные сочные фрукты это у меня нет желания так скажем заглатывать эти продукты я хочу просто от них сок а что вы едите вот в этот период когда вы один-два раза в неделю что именно и буквально на как вы говорите горсть это что же такое из еды это может быть авокадо это могут быть мандарины или вот гранаты в этом году я ела ну прям то есть косточки я конечно не ем но вот жую мне нравится в один день вы смешивали их и авокадо и нет 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 если у меня прием пищи авокадо я ем авокадо то есть твердую субстанцию да и в остальное время я могу пить свежевыжатые соки апельсиновые мандариновые или грейпфрутовые или этот гранат ну все что хочу только уточню вы соки пьете тоже раз-два в неделю или каждый день каждый день а то есть пили соки вы каждый день до а твердую еду скажем так твердую мягкую измельченную неважно типа авокадо или что-то еще вот это раз-два в неделю правильно там еда раз-два неделю а соки а ну какая-то соки это тоже считается как питание но это не твердая субстанция поэтому я может сказать пью соки а какие соки перечислите и сколько в день вы пьете этих соков примерно пили в начале я пила много это где-то литра 2 может быть два с половиной но я не пью концентрированный сок я не могу то есть мне он не нравится чисто по вкусу из-за сладости если мы говорим о фруктах если мы говорим о плодах ну вот которые морковка да свекла корнеплоды то я могу эти соки пить в принципе не ограниченном количестве я могу смешивать летом сейчас это будет морковь да это будет тыква то есть смеси соков я могу мешать кабачок огурец и я пью довольно таки много то есть два с половиной литра примерно в день то есть я можно сказать промываюсь но это зависит от потребности организма я не могу пить если я не хочу эти соки в основном овощные или все-таки больше фруктовые два года я делал уклон на овощи корнеплоды с добавлением зелени и последний год я делаю уклон на фруктовые соки а из фруктов что перечислите гранатовые да да гранатовые мандариновые апельсиновые грейпфрутовые вот это мои любимые соки вы их разводите в воду это я понял то есть не концентрированные но все же скажите предположим если брать концентрат то есть именно выжатый сок например граната сколько в день вы его пьете или мандарину прямо его чистого ну разводить воду это понятно вот концентрат какого объема литр литр на глюкозный тоже фруктозный как удар ну хорошо тогда вопрос такой ваша масса тела вот два года назад тогда когда у вас было двести сорок пять до 12 и вот когда сейчас 300 как-то менялся вес юрий андреевич когда смотрите когда я болела у меня вес был маленький то есть я весил 54 килограмма и 174 я не могла набрать вес из-за своей болячки я ела все что угодно то есть все что ну и понятно что с этого вес не наберется это мы уже сейчас понимаем 54 килограмма потом когда я перешла на сыроедение из-за голодания я худела до 48 килограммов то есть я была очень куда но потом когда у меня пошло восстановление я исцелилась у меня вес набрался и продолжает чуть-чуть набираться сейчас около 60 килограммов сейчас из вашего веса который продолжает набираться это все-таки в основном мышечная масса или это жировая ткань нет жировой ткани нет мышцы я работаю работы а что это включает здесь не секрет работы то есть это упражнение какие-то это вес это приседание или это просто физическая какая-то по работе связаны это и по работе у меня связано одна из моих работами три работы другая моя не менее важная работа это огород с апреля по сентябрь-октябрь вы знаете как это все тяжело тоже делается физическим трудом и конечно упражнения вес есть но небольшой большие веса я не поднимаю не вижу в этом смысла да если не секрет сколько вам лет час мне сейчас вообще этот секрет но я вам скажу что мне 34 я понял так и тогда скажите пожалуйста что у вас за болезнь или болезни были когда в каком возрасте сколько лет назад вы обнаружили как вы их обнаружили эти болезни у меня много лет назад где-то наверное сейчас точно уже не помню я в датах немножко путаюсь потому что все давно очень было это лет наверное 12 14 назад у меня началось сердцебиение то есть я не могла уснуть из-за того что у меня очень сильно бьется сердце хикардия да потом у меня начали выпадать волосы сильно я начала худеть где-то за полтора месяца похудела на 10 или 11 килограммов просто так но это как правило щитовидкой связано так и тут я уже пошла по врачам меня отправили к эндокринологу первым делом и там не поставили тирео токсикоз третьей степени тяжести сразу перебью а на каком питании вы в тот момент были как и обычный среднестатистический человек это все мясное все молочное очень любил творог сметану о классика жанра так значит что врачи ну диагноз поставили какое лечение предложили как вы лечились и дальнейшее что было лечение предложили очень жесткая в принципе как и по схеме у всех кто болеет тирео токсикозом по две таблетки три раза в день меркозалил там или тиразол тиразол немножко другая дозировка но суть одна что эти препараты очень сильно убивают печень почки и вообще все системы в организме сильно нарушает полтора года принимаешь препараты и если с пометкой если они не помогают значит идешь на операцию но они не помогают девяносто восьми случаев не помогают если даже помогать через год случается рецидив и тогда никакие таблетки тебе уже не помогают тебя отправляют на операцию по удалению щитовидной железы или на радиоактивный йод и вы стали применять или не стали я решила залезть в интернет уже он тогда более такой раскрученный был я думаю залезу почитаю что люди пишут об этом меркозалили и девочки которые на тот момент принимали они писали ужасные просто отзывы что там и поправляются и плохо себя чувствуют и потом где-то детородные функции все нарушаются в общем очень плохие отзывы я думаю нет что-то это мне не подходит что-то интуитивно это не то причем я была не у одного врача то есть три врача меня посмотрели сказали что без таблеток тебе ну никуда просто аутоиммунный тиреудит еще и антитела к рецепторам ттг у меня были больше 22 но это кто понимает тот поймет что это очень большой показатель а диффузный зоб да диффузный токсический зоб вот и вы не стали применять эти таблетки да это не стало я ходила мучилась где-то около года то есть я с этими симптомами и я пыталась найти альтернативные какие-то источники и методы исцеления и попала на врача там у него был свой сайт в интернете я почитал отзыв вроде как травки помогают я заказала себе кучу травок и начала пить до 3 4 свободный постепенно начал приходить в норму но ттг за год применение трав у меня вообще не вырос ни на единичку не на долю единички и тут я тоже уже немножко час потому что сердцебиение у меня все равно еще присутствовал я не могла особо работать не могла особо ходить уже дышку у меня была в общем очень тяжело мне было и тут я вышла еще на одного врача натуропата уже в ютубе и написал ему и с этого момента у меня по-другому начала работать если можно так выразиться мое сознание то есть он меня переключил на то что по моему мнению вот сыграла ключевую роль в достижении результата по тонкому плану он не рассказывал что все в принципе проблемы идут с эфирного плана и что оттуда стоит начинать работать но это довольно таки обширная тема а он мне давал конечно там процедуры которые нужно выполнять то есть физически не ментально я все делала все выполняла там какие-то травы тоже очищение но особо результата у меня тоже не было не было и потом я уже решила думаю пойду сама вслепую вот все что я сейчас знаю просто буду это делать и изучать на себе смотреть и контролировать анализы я уже пошла сама начала с голоданий сначала с не очень длительных но я поняла что после них я чувствую себя хорошо то есть мне давала вот эту мотивацию то что у меня прекратил сердцебиение хотя бы на первый момент я думаю пойду дальше посмотрю начала увеличить просто сроки голоданий и что самое ключевое что мне помогло я добавил сухие голодания вот сухие голодания привели мою щитовидную железу в норму но это спустя конечно времени сразу лечилась я около восьми месяцев где-то то есть чтобы ттг пришел в норму он у меня стал там где-то точно не помню один и три что ли где-то так основу вашего голодания вернее основа лечения составляли именно голодание да именно голодание и на определенном этапе это были травы травы тоже хорошо работают но здесь суть в том что тиреотоксикоз он очень сильно завязан на гипофизе и здесь важно делать укол на гипофиз а сухие голодание очень хорошо стимулирует гипофиз а как долго с вернее сколько подходов у вас было голоданию и поскольку дней вы голодали водных у меня было не так много где-то от 5 до 10 дней может быть пару раз а сухих я проводила в месяц от трех до пяти суток в месяц ряд вы не пили воду сколько дней в подряд не пила вот максимально у меня было пять с половиной суток и после этого как раз таки я начала себя очень хорошо чувствовать и решила не выходить а продолжать пить какой-то период времени то есть когда я вышла я пила травы пила воду и в общей сложности у меня получилось около 30 дней где-то так сухими голоданиями после этого все мои анализы пришли в норму по сей день они держатся на довольно таки хорошем уровне то есть в номере то есть вы связываете эти успехи ваши скажем из лечения именно с применением голодания да потому что я еще хотела добавить вот этот человек который ко мне приезжал который нашел видео до в ютубе мое лечение териотоксикоза я решила свою вот эту методику которую разработала сама просто поэтапно поэтапно там же не просто так то пошел и начал глотать на сухую или на водное это же тоже так не делается и он ко мне приехал мы с ним все расписали то есть тем все рассказала как чего зачем делать до в программу входило общее очищение организма то есть это очищение кишечника противопозитарные всякие травы и ну просто противопозитарные какие-то комплексы голодание водные голодания сухие все мы это с ним расписали 5 соков и он уехал заниматься собой вот а приехал ко мне с какими проблемами у него был териотоксикоз 3 степени тяжести диффузный токсический зон он был очень худой у него была тоже отдышка он отчаялся из-за того что у него начался уже медикаментозный гепатит он себя очень плохо чувствовал у него был простатит и у него нашли опухоль гипофиза и врачи там понятное дело что говорили не очень благоприятные прогнозы и операции все прочее он отчаялся и уже ничего не хотел вот приехал ко мне мы все расписали и он воодушевленный что ему кто-то предложил не медикаментозное лечение что все-таки есть такой человек который своим примером показал что это возможно он воодушевленный уехал я горю только занимайся собой у тебя все получится самое главное здесь тоже вот вера в себя он уехал год о нем не было вести ну где-то месяцев 10 ничего ничего не писал не звонил и тут он мне пишет на почту что можно с тобой встретиться там я хочу поговорить мы с ним встречаемся человек набрал весе человек у него глаза горят он выглядит замечательно я спрашиваю что с тобой случилось я все сделал все что мы с тобой расписали это такой был адский труд но я говорит выдержал я ну он приехал с благодарностями то есть это помощи материальные нематериальные вкусняшек там всяких привез и он мне предложил открыть свой центр то есть у него он такой он сам по себе бизнесмен у него бизнес в москве рестораны и он мне предложил открыть свой центр по исцелению людей которые хотят лечиться не медикаментозно но это затем не показалось так себе потому что все таки там нужны специалисты хорошее оборудование и люди которые просто но понимают что они делают таких специалистов не так много сейчас вот и он загорелся вот этим желанием что он понял в москве быть здоровым ему не получится бизнесом ведет все оставил но он уехал по моему куда-то под краснодарский край что ли у него там вот дом и фрукты он радуется жизни теперь живет он от всего вылечился гепатит он сказал у него прошел где-то через полтора месяца простатит у него пошел после того как он проголодал 15 дней на воде то есть он тоже несколько циклов делал потом опухоль он пошел тоже там куда на мрт наверное он пошел делать скрин или что там сканут головного мозга ему сказали что нет у него уже никакой опухоли после чего он вообще просто можно сказать воодушевился еще больше он хотел помогать людям помогать потому что его уже приписали то что ну как бы тебе там недолго осталось с такими показателями по крови у него там тоже было не очень хорошо скажешь но а он все-таки питание это свое изменил принципиально я разговаривал с ним на эту тему мне тоже было интересно то есть у нас первая очередь очень важные условия и жесткая я к нему такое требование предъявила игры все это сработает все что мы с тобой расписали но если ты откажешься от мяса от всех молочных продуктов животных продуктов в любом виде вообще то есть это фрукты овощи все что хочешь пожалуйста в любых количествах и он тогда конечно ну такое подумал подумал хорошо я согласен вот ради здоровья я согласен хотя я мясо люблю у него все получилось да он отказался получается где-то на полгода он сказал я у него спрашиваю мясо ты ешь сейчас он говорит ну вот полгода я не ел а сейчас говорит я добавил иногда я ем говорит но это иногда то есть это где-то в неделю один раз максимум он говорит потому что мы с ребятами там встречаемся у меня там бизнес там ну понятно так как мужчины рассуждают выпить там за не смертно непонятно а вот так вот рассуждают мужчина потому что если мне миллиард долларов дать вот миллиарды а говорю жизнь своих детей например сама сама своей естественно это жены вот есть мне дать миллиард долларов сказать чтобы я выпил фужер шампанского или там неважно я не вы я вот просто вот прямо говорю открыт пусть этот просто вот миллиард или триллион там неважно никогда потому что я понимаю какая-то мерзость к какое-то оружие геноцида я не подонок я себя так сказать это ну как сказать иначе просто жить не смогу уважать не смогу так презирать буду поэтому есть вещи которые дороже всего дороже жизни это принципы человека я считаю что человек люди должны быть не беспринципные принципиальные и конечно глубина и меропонимания важно и надо понимать что это такое то есть причина следственной связи насчет алкоголя ну понятно это я такой пример просто привел но вообще я так что да я такие вещи никогда не понимаю абсолютно согласна я тоже не употребляю алкоголь уже семь лет то есть перехода на средине от него отказалась и прекрасно себя чувствую и когда мы находимся где-то в компании я поражаюсь просто тому что люди не умеют радоваться жизни без этого алкоголя это просто убогие жалко людей такими что это уже но это ущербность уже внук как-то так есть не уметь радоваться жизни или там испытывать какие-то наслаждения радость вот именно как духовное проявление вот от от чего от того от успехов от достижения от созидательного труда от отгад чего угодно хоть там ну ладно более примитивный уровень от коллекционирования от я не знаю там строительство украшения своего дома участка да тогда масса от чего от интересной беседы в кругу интересных людей доскать и так далее я я поражаюсь но это для меня это никогда то есть понятно не было потому что я говорю я никогда в жизни ни капли не употребил да за всю жизнь алкоголь и не нет они табака есть вам повезло то что вы не попробовали возможно у вас конечно будет отрицание к алкоголю но есть же люди которые уже с подросткового возраста употребляют а им отказаться от алкоголя куда тяжелее чем те кто не употреблял а и мы зависимости это уже конечно с подросткового возраста идет ну алкоголь это наркотик поэтому зависимости рано или поздно людей формируются а чем раньше человек начинает употреблять алкоголь тем раньше формируется эта зависимость особенно в наши дни когда других факторов воздействия на организм больше чем было когда-то раньше и к тому же алкоголь много чего добавляют особенно в некрепкие пиво и так далее чтобы присадить людей посадить на этот крючок алкогольный до насти больше и больше или быстрее спились а такова тенденция нынешняя и работа этих всех мерзавцев но дело в том что дело в том что если человек осознает что такое алкоголь с точки зрения влияния но как бы сказать с точки зрения патриотических позиций то есть это большая мотивация у людей нежели личное здоровье у нормальных людей я по крайней мере знаю что подавляющее большинство людей которые отказались от алкоголя навсегда послушав лекции того же профессора жданова это не та мотивация что лично для здоровья своего а чтобы сказать себе я понял что это такое я лепту свою вношу в дело разрушение своей страны если хоть грамм употребляют и мерзости и с этих пор когда я это осознал никогда в жизни больше во мне этой гадости не будет я не буду участвовать в деле уничтожения своей страны родины детей будущих поколений поэтому я не подонок я не иуда я не предатель поэтому больше в моей жизни никогда не грамм этой мерзости от которой уничтожаются семьи миллионы людей погибают раньше времени детей кидают детские дома при живых родителях пьяницах и вот все это идет не от того что мера какая-то как нам врут пить не умеет и тогда это враги либо дебилы говорят а от того что такова суть этого самого страшного на свете легального наркотика протоплазматического яда и так далее до этилового спирта который находится в составе вина водки шампанского неважно стоит бутылка это рубль двадцать или она стоит там 100 тысяч евро за бутылку все это поганое пойло и я в глаза вот это например говорил олигархам с рублевки свое время но общался с многим вот так же в глаза игла что поганое пойло не надо из этого делать культ или обогатворять эту мерзость от которой одни друг другу голову проламывают другие детей давят садятся за машину третье жену режут или наоборот понимаете и все это идет именно от сути этого зелья проклятого в котором есть этиловый спирт или алкоголь вот поэтому нормальный человек по самой главной позиции жизни никогда не будет потреблять если он конечно задумался над этим и осознал что это так оно и есть именно по этой причине что я которую сейчас назвал вот поэтому это к тому что но вы постарайтесь или может быть тоже для общего дела так сказать благо страны нашей родины и тогда просто может быть даже вот отрывок из этого видео поставить когда-нибудь если человек что-нибудь защиту алкоголя скажет а вообще у меня видео были тоже на эту тему хотя кач самое лучшее я считаю это видео 2004 года профессора жданова под названием алкогольный табачный наркотический террор против святой руси так видео называется она идет четыре с половиной часа очень старая запись но уверяю вас вот говорю всем кто из всех лекций жданова самое сильное мощное психологически именно это после просмотра этой лекции а наедине с собой это очень важные обязательные условия ни один человек у которого хоть капля совести осталось не сможет больше пить алкоголь и тогда любая наркотическая зависимость будет переборена вот этим мощным всплеском но скажем чувств искренних светлых сильных которых человек обязательно возникнут когда он это посмотрит поэтому я вот всем желаю кто еще у кого родственники есть там что-то начну не понятно что не кончено испившиеся алкаши которые таскать и уже потеряли и совести человеческое достоинство и сознание все а кто еще хоть в меняем вот тому посмотрите это это будет кстати тест на человека это будет тест начала причем там сразу и алкоголь и табак затрагивается и важнейшие так сказать нравственные аспекты то есть что такое телегония и так далее да вот ну собственно говоря вот эти вот моменты вот ну кристина скажите тогда мы о чем с вами поговорили о том что но начали с b12 с артема потом какие у вас были проблемы что вы от них вылечились на какого вы сейчас питание что с b12 у вас все в порядке как вы помогли скажем вот этому человеку у которого были такие же проблемы как у вас но еще больше чем у вас и это помогло значит единственное вижу в том что вы сейчас вот на каком питании плюс по крайней мере один и явный такой это то что питание происходит редкой вот это интервальное голодание так называемое интервальное питание но продукт провоцирует во-первых выработку гормона роста а это гормон молодости аутофагия запускается это самоочищение на клеточном уровне это кстати вот почему помогает голодание ну очищается кишечник нет нагрузки на органы которые есть работают пока человек у него внутри находится в желудке или кишечнике пища то есть отдыхает в первую очередь поджелудочные потом печень как главный фильтр до нашего организма и потом почки в третью очередь лимфатическая система может большей степени очистить себя на на помощь здесь приходит как раз методы совершенно верно очистительные процедуры которые ну вот как марва в горшак в нагонях рекомендовала да и как другие собственно даже просто переработала более старые известные методики того же норма нокера да вот совершенно указать норма локер был все-таки прав в большей степени вот вы тоже как сказали сидели в основном в начале на овощных соков вот в этом большой вам был если вы сразу на фруктовый только фру я не думаю чтобы получилось а вы знаете немножко объясню если позвольте я когда употребляла фруктовые соки меня от них было плохо то есть сам организм говорил что я не хочу они очень сладкие и неприятные вот из-за этого я их и не пила то есть я пила овощи но морковка тоже сладенькая тыковка тоже сладенькая но они тоже как тыквы это же как ягода идет больше да да дело не в том дело сколько вообще каких питательных и лечебных компонентов там и сколько там сахаров потому что сахара понятно вредны есть человек только будет то есть куча сколько случаев когда люди переходили на просто фрукторианство особенно на соки где основа была цитрусовые причем соки да вот эти и так сказать люди и обмен веществ летелые же или даже при том что ну правда те кто физически мало занимались то есть йоги всякие там и так далее тут самое плохое происходит ну и ничего удивительного здесь нет это я сто раз объяснял кстати да скажу для наших зрителей советую вам посмотреть мою лекцию что есть предостережение определенных пока есть паразиты длительно голодать категорически нельзя потому что вы просто ну тем более смотря какие паразиты вдруг вам повезет в кавычках у вас аписторхи в печени которые просто питаются клетками печени а вы тут голодаете или скажем ленточные черви там типа бычьего цепня очень поэтому посмотрите мою лекцию во-первых очищение голодания где все поясняют как к нему правильно подготовиться голоданию да потом говоря о сухом голодании разумеется просто на него вот вы на обычно питание в обычном жизни с кучей проблем нельзя категорически это все делается поэтапно плавно и сначала безусловно надо пройти и испытать и свой организм и реакции посмотреть что будет на голодание на воде а только потом уже это под контролем или по ну скажем по советам во-первых изучить теорию вторых практику тех людей кто аналогично делал очистительные и голодательные процедуры ну и лучше под контролем тех кто имеет опыт именно в сухом голодании пишет тема такая особая тем более нет ли проблем с почками там каких проблем может нефрита и прочее все тоже надо учитывать вот потому что я скажу мою лекцию про паразитов то самое вот старая четырехчасовую лекцию 14 года где досконально глубоко анализировал основные виды паразитов которые у граждан на территории россии нашей большой родины в разных регионах там есть свои нюансы где-то южнее где люди чаще в прудах купаются это очень ужасная тема когда там и шестосому подцепить можно и так далее или скажем в сибири как раз апистархоз распространен очень широко или на дальнем востоке где крабы и прочие морепродукты распространены там клонархоз и так далее вот эти особенности как циклы развития как передаются они которые где человек например промежуточным хозяином или конечным находится какие размножаются в теле человека какие нет в основном нет но вот это все надо знать какие домашних животных от кошек можно собак особенно с улицы которые гуляют на улице выходят получить и вот это я все подробно объяснял это жизненно важно знать каждому человеку есть конечно антипаразитарные программы они безусловно более сильные вот наши разработанные мной чем просто травы травы только убил убирают тех паразитов которые в данный момент приема трав находится в кишечнике но не в тканях это просто бессмысленно бесполезно а вот вещество хиномоноза сто раз повторял бы скажу кстати сейчас еще раз что вещество хиномоноза которые находятся такой полисахарид в грибах лисичках и вот а они как раз да они как раз это вещество вернее гонит и даже разрушает вот эти оболочки из гельминта прерывает цикл развития но тех паразитов размножаются в организме человека типа остриц вот значит и конечно травы в этот набор тоже входит только виде концентратов экстрактов трав определенных там по моим видов 7 то есть вот поэтому это лучший вариант а и а лучше еще и потому что этот набор является еще и гепатопротектор нам то есть который укрепляет печень они наоборот и угадят и губят и кстати те люди кто думают что а я сейчас вот за две копейки сделаю все будет хорошо ну применяя такие препараты как вермокс декарис там и так далее конечно прекрасно только вот еще раз говорю посмотрите то мое видео 14 года уже тогда было известно что те старые препараты химические медицинские некоторые которые были кстати изобретены для тех или иных видов паразитов они от всех подряд кстати определенных вполне так вот они вызывают как потом выяснилось уже после глубокой долгой практики врачебные я имею ввиду практики известно в научной литературе что они вызывают и рак печени рак крови и другие прелести поэтому и конечно можно но я не советую лично но это говоря паразитных вот а еще я советую два моих видео почему зожники сейчас все-таки болеют и почему не у всех получается переходить на сыроедение эти ссылки будут даны под видео то есть что ограничивает какие есть проблемы и все же я советую по сахару очень серьезно изучить тему вот есть тема у меня видео называется инсулино-резистентность почему все время хочется есть что будет если вы откажетесь от еды от сахара на 10 дней интервальное голодание раздельное питание хотя бы вот эту базис вот и еще я бы хотел спросить у вас насчет йода вот что насчет ведь проблемы щитовидной железой связаны в первую очередь с дефицитом йода и вот что было в этом плане у вас йод я не употребляла дополнительные какие-то добавки тоже не употребляла я ездила два раза потом позже два раза в год на море я понимаю что всю потребность йоде я не восполню но все же это какое-то поддержание организма тоже какой-то степени мне просто врач натуропат рекомендовал есть ламинарию фейхуа креветки но креветки я ела непродолжительный период времени сырые кипятком ошпаренные да они пахли йодом но потом мне что-то совсем их расхотелось есть поэтому я не думаю что у меня там какие-то богатые источники йода содержащих продуктов были но вы не сдавали анализы до и после и сейчас на йод я сдаю конечно я нет на йод нет я сдаю именно на щитовидную железу то есть раз в год я проверяюсь потому что были люди которые мне говорили что все что ты делаешь это не приведет к долгосрочному результату то есть это на максимум полгода год все потом все это обратно вернется но я как сказала тем людям тогда как и сейчас скажу что ничего подобного и даже не ждите то есть вы ленивые люди просто не хотите собой заниматься вам проще что-то съесть и насладиться этой жизнью чем провести себя в порядок поэтому у меня же ушли узлы на щитовидной железе у меня были узлы а мне они говорят что у за не рассасываются не уходят у меня они ушли щитовидная железа уменьшился она у меня была по моему где-то 29 и 9 но около 30 кубических сантиметров это довольно таки большая у женщины она должна быть от 18 18 и у меня вот сейчас она 17 сантиметров кубических ну все правильно значит вот это тоже очень важный момент который вы сейчас сказали то есть ну и да я скажу нашим зрителям лишь что у меня есть видео про йод посмотрите его я советую очень и плюс к тому ну во первых йод восполнить ну да ламинария ну вот есть фокус я его советую не по причине там йода а папа по причине того что из него можно получить все минералы какие только существуют на свете в хилатной форме органической легко доступной я лишь советую вот это видео которое сейчас на экране будет последнее на тему фокуса где отзывы людей которые мало что меняли в своей жизни а только ввели фокус вот что у людей происходило вот посмотрите про лень абсолютно правильно значит я говорю всегда что людям вот мешает добиться желанных результатов в плане здоровья две вещи это отсутствие знаний во первых второе это ну просто естественно откуда человек будет по течению плыть так ничего не изменится у нас станет свою жизнь привычный то есть то что привело его к болезням будет также действовать и что тогда изменится ничего первое второе это лень потому что мало знать надо еще заставить себя действительно не лениться убрать совершенно верно вот эти так называемые прелести вкусов привычных во первых вкусы меняются это люди тоже многие не верят в это там перебороть стоит свои нынешние привычки и привычные вкусы ощущения потом все меняется и это даже удивительным для людей становится но вот это тоже верно а и что сюда и скажу лишь лишь еще вот что значит когда есть проблемы щитовидка есть методики вообще говоря о аутоиммунных заболеваниях типа аутоиммунной 3 уидит там и так далее все вещи как серьезный опыт кристины интересен но безусловно тут нужно одну с точки зрения науки статистика и четкие так сказать отслеживание все это я лишь скажу что безусловно корректировка питания существеннейшие необходимо в любом случае но есть методики и другие то есть это грибные лечебные препараты которые известные тысячи людей прошли через эти методики когда они излечивались от проблем с щитовидной железой с разными проблемами справляются и грибные препараты травы отчасти как дополнительная мера корректировка питания факторы вредные которые на человека воздействует когда люди их убирают из своей жизни разумеется укрепляется иммунитет тут и стрессовые нюансы тоже нужно учитывать то есть это естественно экологически чистые продукты и природу но всегда до свежем воздухе и природе и разряжена воздухе так далее это все самое главное это правильная вода это тоже очень в теле у нас много шлаков ну так называемых шлаков да многие не любят это слово тогда они начинают забирать воду из здоровых клеток и как раз таки тогда начинают происходить вот эти губительные процессы нарушается есть водный баланс в организме и весь организм начинают испытывать серьезные проблемы да да на тему воды у меня тоже было очень много видео для тех новых например зрителей кто случайно зайдет и не поймет о чем речь у меня на канале есть много видео в том числе на тему физико-химических свойств воды к где сижу там в доме своем подмосковье старые очень записи какому то телеканалу не помню раньше мне много снимали и вот там я объясняю про физико-химические свойства воды начинает там ph там заканчивая коэффициента поверхностного натяжения и так далее а также советую посмотреть вот второе моё видео это последнее по дате выхода на моем канале на тему живая вода водородная вода про генератор водорода свободных электронов это очень серьезная важная тема это тоже хочу предложить но это попрошу изучить для тех кто хочет быть в теме вот это все разобраться в этой теме вот ну что ж можно сказать одну вещь у меня вот ваш перец вот этот вот я просто хотел сказать огромное спасибо он очень классный я очень люблю и всегда его у вас покупают потому что достойные специи вот у нас даже в москве найти очень проблематично я очень много что пробовал поскольку люблю специи до сих пор их употребляю в любых видах и это просто потрясающий перец это уникальный перец правда еще пару слов скажу коли вы коснулись этой темы а вот кстати из этой серии куркуму вы не берете куркуму нет я не брала но и у меня в планах купить что-нибудь еще сочи я вот куркума вещь ну безусловно что там говорить это тысячелетиями известно это очень волшебная штука полезная и это больше чем специя но в первую очередь благодаря действующему пигменту куркумину но только вот что хочу сказать вот то что вы сейчас показали перец это из той же серии это выращен но понятно что биорганик это все мелочь с тем что это на самом деле есть это все ерунда вот главное то что какие-то уникальные почвы истечения других агроклиматических каких-то факторов делает то что например именно на этих маленьких очень территориях камбоджи а куркума выращенная на этой территории где вот этот перец растет который вы показали содержит себе 10 и 2 десятых и рекорд был 10 с половиной процентов процентов содержание куркумины тогда когда лучше индийская куркума содержит максимум полтора процента вот почему такое происходит чудо можно сказать что разница в разы но немыслимо нигде больше аналогов нет то есть везде максимум полтора как правило меньше так вот эффективность такой куркумы черного перца в разы выше чем у любых иных просто в разы там никто это не проверял насколько но и но то что происходит у людей в общем я да а теперь самое главное черный перец когда добавляется процентов 5-10 от общего объема потребляемый куркумы в нее в куркуму эффективность куркумы возрастает еще в несколько раз вот я очень советую попробовать вам вот такой вот комбинацию это чудесный иммунокорректор и антисептик и так далее то есть природный да тут в общем и для печени полезная штукой для поджелудочные ну что говорить слушать а ну вот я прям а к тому же есть еще из этой серии белый перец и какой-то еще очень интересный не помню может быть тоже черный до ферментированный вот просто для вот мы если будет интересно а какие то еще вы брали продукты дальше вот я брала другие специи какие-то в пластмассовых баночках не помню как называется тоже мне понравились они с гималайской солью еще саму гималайскую соль брала тоже достойное качество мед конечно мед просто замечательный я вот сколько на сыроедение до нахожу 7 лет и 5 лет я покупаю только ваш мед потому что первые два года я пыталась найти тот мед который мне может понравиться по насыщенности по вкусовой какой-то палитре ни один даже близко не стоял в сравнении с вашим медом я даже один раз у вас купила сота они были в таких коробочках деревянных это было просто нечто я такого вообще никогда не пробовал это дикий какой-то мед как да вы знаете а нашим зрителям вас в этой связи тогда скажу а кстати я даже не знал что вот кристина подтвердит про это будет говорить ну про продукты что у нас берет я как сказать это вот есть но я что хочу сказать я вам сейчас параллельно еще письмо и сейчас зачитаю значит одна наша так ну тоже она это мои зрители но дело не в этом очень живут они в одном поселении в алтае на алтае и вот с ее мужем общается с ее мужем общаются старобрядцы которые есть еще остались старобрядцы которые вообще не общаются с миром но как-то там духовно или как еще они вот с одним человеком только общаются из внешнего мира из вот с ее мужем марии языка поселения одного так вот и появился очень интересный да ну сезон навсегда вот сейчас уже в этой месте на алтае старобрядцы собрали мед внимание перезимовавший кто не в теме перезимовавший мед это совершенно другая это лечебный уникальный продукт потому что проведя год целый и тот который пчелы не съели то есть остатки его очень мало всегда там с дупла килограмма несколько этот мед просто целебен там другое диастазное число там он полностью ферментированный возможно есть то что ученые просто не исследовали но по факту разводя его в воде закапывая в глаза в дистиллированной воде старые еще известная схема проходит даже катаракта значит так вот у нас сейчас вот такой вот я спрашиваю уже сняли мед от какого сторон 5 что нас там несколько их вот он она пишет от зосимы его очень мед очень уникальный хороший мед так вот из бортей тоже бывает еще и скалод это просто борти внутри дикие дупла там назовем так но выдалбливают или дикое отверстие то есть дупло в дереве или это они просто делают выдалбливают ставят мед из глубокой тайги от диких вот он сейчас скоро появится ну как скоро не я думаю середины мая а еще середины мая у нас появится всегда бывает раз в год с середины мая до июня редко дольше потому что быстро разбирают это мед из одного эко-поселения наш старый старый знакомые делают вот каждый год это тоже перезимовавший в ульях но у них такие колоды колоды наклонные колоды в общем и у нас обычно концу года ну то есть вернее не так концу сезона ну там сентябрь и октябрь у нас бывает до 10 видов дикого меда причем если вот по цене говорить я даже башкирский мед где еще сохранились но потомственные мастера которые используют борти тоже дупла в москве они поставляют ну 250 евро цена вот даже было пять лет назад такая то у нас там цена за килограмм и 3000 3500 но как правило на больше и 4000 а так и беру мед ваш а вот да и вот сейчас вот то есть имейте ввиду будет особенно понятно полезны темные виды меда то есть вот эти тай но они бывают их меньше и реже это определенные растения когда цветут вот но любые дикие виды меда из колод тем более с бортия тем более тем более из бортий это это уникальный лечо его не надо есть много его надо буквально чайную ложечку теплой водой рассасывая запивать и кстати даже вот это у меня есть такое видео но там набрало по миллиона по два просмотров она называется как растворить камни в желчном пузыре вот это старый старый метод некоторые конечно выпендриваются там но это единицы но те кто свято верит в медицину радуется от того что кальциевые камни вообще не растворяются они прямо радуются они хотят чтобы так было прям пишет именно так что прямо они прям в это верят и они но короче говоря для остальных людей я просто привел там только одно письмо зачитал в этом видео но она настолько она мне пришло в свое время лет десять назад в мой блог юфролов . блок но сайт главный и я просто его зачитал когда весь желчный пузырь был в камнях и женщине операцию срочно говорили что надо но она вот стала по моей я общем не знал этого даже не то что я советовал нет она просто вот стала на 1 нашла где-то мое видео и стала так принимать вот правильно запивая вот этим стакана полутора вернее потому что сфинктер открывается между желудком и кишечником от 200 грамм но где-то полтора стакана надо надо выпить быстро минут за пять рассасывая ложку вот такими движениями языком там разбивая как бы в воде в тепленькой чуть теплый мед и проглатывают она так делала это ее полностью рассосались и не только не у тысячи людей у тысяч людей но я хочу здесь что сказать мед меду рознь и вот если это дикий мед и это происходит и быстро и как правило всегда вот говоря только о камнях но делать не только в них тот состав там нельзя только анализировать по минералам и витаминам это будет очень неправильно там энергетика там то что мы не можем научно объяснить многие вещи то есть понятно что там уникальный состав и минеральные витаминные но там минус один сахара и вот тут только для тех у кто действительно на жестком кето там разные варианты какие-то диеты есть это конечно проблема но я говорю всегда так считать надо чтобы было не более 25 грамм а если у вас масса тела большая 30 грамм чистого сахара в день получаемого из всех продуктов съедаемый человека за день чтобы из кетоза не выйти но это для тех людей я только говорю тогда надо учитывать и это просто посчитать сколько в том числе в меде чистых сахаров то есть фруктоза глюкоза сахароза вот и проанализировать чтобы остальные продукты которые вы за день потребляете не вывели вас за предел двадцати пяти поэтому есть можно что угодно я говорю а можно это есть меня спрашивают поймите главный алгоритм который я даю там не важно что вы едите в этом смысле чтобы не превысить эти 25 грамм что вы для этого сделаете что вы будете есть вот главное а поэтому можно и мед да хоть что угодно просто посчитать сколько там сахара но для остальных людей скажу что конечно уж лучше если вы едите что-то сладкое я не говорю про тех кто ест там пирожные тортики проект вообще мы не говорим а кто только натуральные там но есть все подряд ну или там сыроед или там веган допустим но может и и фрукты и то есть опять вот я так сказать лучше вы что-то не съешьте чтобы все-таки избытка сахаров не было тем более если эта пища какая-то синтетические сахара это вообще-то а съешьте натуральный мед а то едят какие-то казинаки печенье дата там сахар рафинат но ё-моё ну гадость это уберите съешьте натураль чуть-чуть меда чайную не надо как там у чайной столовыми ложками это очень неправильно а вот именно уж если есть то тогда в концентрированном виде чтобы были полезные вещества и совсем немножко его и много не надо там точно я больше чайной ложки в день не ем этого меда потому что сам организм говорит недостаточно то наливается чем а знаете я так скажу там еще принцип гомеопатии гомеопатии и вещи лечат они вещество по сути а та информация записанная по сути то есть информационное воздействие то чем горяев говорил и вообще понимаете это это то что это есть это ну послушайте но заговоры на воду что не было и что они никто не помнит те истории я понимаю что сейчас уже век искусственный когда уже и отцы с матерями уже ничего не передадут никакие истории из поколений но еще это можно найти это истинная правда то есть такая же как мы то что сейчас вы слушаете эту лекцию то что я вам сейчас что-то рассказывает такая же истинная правда и то что наговоры заговоры шепот и вот то что воду ступит а лочь вот это все от чего выражение пошли естественно были и бабки заговаривали зуб проходил больной например да там более это что не в детстве бородавки заговаривали у меня не прошли абсолютно и это как воздействует спрашивается что веществом каким-то нет ну если мы только философию не полезем что слово тоже материально это часть материи я говорю о том что это вот не вещество по крайней мере да значит чем информации то есть это это истинная правда кто говорит что не вопрос дурак так же как не полезем конечно в глубокие темы но вы знаете как вообще философия вещи сильная и важная для жизни я даже более того просто один пример здесь приведу вот такой вот как назвать того человека который считает но если человек верит например в то что существует космос значит он верит что и есть миллиарды звездных систем галактик а в каждой галактике миллиарды звезд то даже по теории вероятности тут даже не нужно за чисто с научным даже подходом даже а кто он говорит противное от науки они мракобесы потому что если говорить даже о теории вероятности которые они тоже научные люди считают истиной то существовать должно по меньшей мере вот только лишь по такой арифметики минимум тысячи а то и сотни тысяч планет точно такие же как мы с такой же жизнью вот только по теории вероятности а уж не говоря о других формах и так далее это говоря даже не философии логики а просто чистой математике ну и логики в том числе вот но это так слову а то что мысль и слово может убить что называется и так далее так не только через стресс слово материально и 2 для религиозных людей я вообще не говорю понятно что они же верят что в начале было слово ну так это что такое а изначально информация и информация у всех людей в плане здоровья она вот вопрос на логику она направлена на болезни ли на здоровье ну как же если бы информация была бы с искажением малейшим и направленной на болезнь то не было бы ни людей ни животных не ничего бы живого не было естественно она направлена на безошибочные она изначально над матрица вот это она направлена на истинное абсолютное здоровье тогда возникает вопрос почему люди болеют а тут причин много и в частности как говорится и вилкой и ложкой могилу то что выражение правильное но не только она и мысли да и поступки сказать и образ жизни и так далее ленность нашей отсутствие физические движения и те факторы которые действуют на нас с вами сейчас которых не было у наших предков вредные факторы вот там это вай-фай сотовая связь там до свч-вч излучение это естественно тяжелые металлы в той или иной пищи это прочее прочее это все влияет это все фактор кстати об этом во всем я еще лет 10 назад рассказал мои лекции 9 причин бог вот там я все это объяснил то есть питание неадекватные нечеловеческая один фактор а еще 8 существует групп факторов приводящих людей к болезням ну кому будет интересно тот посмотрит вот ну а я что-нибудь интересно да кстати дорогие друзья обращаемся к зрителям вы если у вас есть такие интересные истории вот как у артема все-таки она интересная как у александра про которого кстати я вчера вот посмотреть кристин рассказал связи с тем что оказалось так что мой один сотрудник внештатный он на фрукторианстве несколько лет вот вам будет это очень интересно я зачитал он и письмо просто написал я спросил у него кое-что он мне подробно ответил и артему ну и нашим зрителям вчера зачитывал это письмо оно очень интересно для и вы знаете что можно будет с точки зрения даже науки провести потом исследование статистику уже на группе людей а группа все-таки это не один человек и пусть этот их эксперимент ведь всегда они с него сойти смогут и я лишь рекомендовал не доводить до критических значений те или иные показатели о которых я говорил однако это уже будет действительно выкладка такая можно сказать научная я их соединю между собой и уже вот большое количество людей на одном типе питания молодых спортивных и так далее и так далее схожий по группе это есть чистый научный подход когда мы увидим потом через год полгода в динамике все эти результаты изменения и внешние и внутренние и состояния самочувствия анализы можно уточнить один момент питание фруктами и замена нехватки каких-то элементов например химии будь то какими-либо бадами это нормальное здоровое питание или образ жизни дело в том что из этих людей вот говоря об александре том моем нештатном сотруднике который отвечает там на соцсети некоторые засудки вот он никакую он перфекционист он никакой химии не потребляет он никакие витамины не потребляет у него также пока идет как у артема но вы посмотрите увидите то есть в том-то и дело что это будет абсолютный один образ жизни примерно этот спорт такой довольно таки активный то есть физическая работает хорошо но вот эти все факторы причем никаких витаминов они не и тем самым мы увидим уже ни одного человека мало ли погрешности на что и мы не знаем а совершенно разных людей в разных городах у него только в екатеринбурге где он живет шесть человек таких же как он и они общаются это целая группа где у них один и тот же образ жизни и питания поэтому это будет действительно уже можно сказать научный подход и мы прямо увидим даже с точки зрения науки они чувствуют себя прекрасно и лучше чем раньше вот поэтому тем и интереснее потому что там есть может быть одна закономерность что касается b12 когда человек на фруктоедении и у него снижается этот витамин но при этом у этих людей не наступают те проблемы которых вот известно что они должны быть но если это истина это просто факт то тогда мы можем делать предварительный вывод что возможно роль b12 первый два вывода либо роль b12 преувеличена либо этот витамин не нужен совершенно в тех количествах у людей которые совершенно изменили биохимию и прибывают на определенном виде питания то что на их процессы обменные да и прочие биохимический процесс просто его не нужно столько но поскольку мы видим что у них инфаркта нет и наоборот мышечной массы растет ну то есть она есть и не уменьшается и тогда вот это очень интересно тогда просто останется проект проанализировать я буду периодически с ними встречаться но в скайпе задавать вопросы анализируйте ну их анализы такая тавтология ну ладно из исследования вот и так далее им будут тогда будет плюс я им советую вести дневники выписывать все подробно хронологию событий что они ввели в рацион не ввели какие изменения если есть стресс писать если есть тот или иной иной фактор нестабильный для их жизни то писать его в общем вот это вот правильный подход и поэтому а люди все здравомыслящие они понимают что это значит вот это вот в общем то что нужно записывать тем более в своих лекциях тоже рассказал но вот и напоследок скажу что своим ноц зрительным слушателям я советую ну предлагаю вернее если у вас есть такие интересные истории как вот кристина рассказала себе о излечении это мало ли еще какие вы мне пишите но даже под тем или иным видео пишите вот вышло это видео его смотрите вы думаете а почему бы мне свою историю не рассказать напишите об этом а я также предложу допустим вам как вот кристине я сказал ну на мою почту напишите и мы с вами проведем беседу и пожалуйста вот и зрителям будет интересно ну и вы если вы не против просто расскажите о себе и поделитесь с миром своими наработками опытом конечно конечно и ведь врачи они ведь никогда не скажу что есть какие-то альтернативные способами лечения во первых это для них как бы ответственность а во вторых для них это не выгодно и наверное это даже можно на первую ступень поставить что это просто невыгодно еще другое еще третье что врачи есть вера это такие верующие люди что они то что знание получили считают за постулаты ну просто которые не подлежат каким-то не то что пересмотром а даже задумываться а чтобы под сомнение то или иное поставить невозможно и это вот минус многих врачей правда я скажу сразу ради справедливости что есть очень много врачей мне пишут которые вот сдвинулись с этой мертвой точки и даже очень многое пересмотрели вот ну это вот прям что говорить а есть такие да даже этот доктор с которым они говорили он тоже но интересно интервью там сказал артём что в при доктор вот многое за кадром осталось ну то что вот сарыча просто не разместил но чтобы в своей канве вот как бы так сказать в одном ключе это видео было а друзья этот снабил я вот если это правда что вы говорите у тебя я но я не знаю что вам ответить на это то есть почему я не могу сказать почему это это очень честная позиции честно вообще у честного врача и ученого должна быть такая позиция если что-то какие-то знания противоречит с истиной, то есть с тем, что происходит на самом деле. Это не говорит только о том, что верит человек, не верит. Просто есть такие сведения, которые противоречат тому, что на каком-то отрезке времени говорит наука. А наука, как известно, много раз пересматривала в истории те или иные постулаты. Причем диаметрально противоположно меняя их даже, бывало и такое. Поэтому, честные врачи, что они должны сказать, если я что-то не понимаю, но это есть, а я не долдон, я вижу, что это происходит, я должен тогда докопаться до истины и разобраться, почему такое происходит. И вот это будет позиция честного врача, ученого и просто человека. А если врач, ученый и просто человек говорит, а, ну подсознательно, как бы себе, я в это не верю, потому что я учился по-другому, и этого не может быть, потому что не может быть никогда, мол, тут нет логического доказательства, потому что не может быть никогда, но он так как бы говорит, или осознанно, или подсознательно. Тут это нечестная позиция, и это конечно так это просто идиотизм но этот врач не такой на самом деле он честно говорил я не знаю на некоторые вещи так что вот хорошо это динамику хотелось бы все-таки от пяти лет 5-7 лет и тогда уже можно о чем-то говорить потому что 234 даже года но это ни о чем не говорит я тут другой вопрос вы правильно говорите но тут есть другой нюанс видите ли в чем дело наука говорит как что если витамин b12 уже там в разы ниже нормы то проблемы не когда-то будут они уже то есть уже организм к этому моменту вот есть анализ пять раз ниже минимальной границы нормы это говорит о том что уже запаса b12 нет уже все и понят и тогда по идее проблемы должны вот сейчас наступать я много таких знаю случаев писем когда наступали но есть люди но которых я вот говорю лично знаю которые много у меня лет уже работал нормально честно чего мне вообще-то изначально написала я потом просто решил вот это ну правда будет человек ну там никакого смысла просто это к слову мне написал так вот никакого основания не верить нет то есть ну я ноль шансов так вот но факт то есть это факт серьезные надо задуматься если у человека по нулям было лет пять назад как раз а он за пять лет не сдавал и скорее всего у него тоже по нулям но я говорю александр слушайте быстрее проверьтесь но интересно вдруг у вас не по нулям а вдруг произошло то что кишечная микрофлора так стала работать усвоение вдруг пошло из толстого кишечника с водой в кровь а это может быть вполне потому что b12 это вообще-то водорастворимый витамин а поскольку основная часть воды выпитая выпиваемая человеком всасывается именно в толстом кишечнику вполне может быть чтобы 12 бактериями синтезируется там он и всасывается с водой в кровь и потом усваивается второй момент нет ли у человека синдрома дырявого кишечника до сибора там и тогда то что у многих людей поэты при он синтезируется он не усваивается именно по этой причине по этим причинам конечно вообще все различные вот эти желудочно-кишечные расстройства они нарушались витаминов и кстати вот и те кто не очищен у них как раз таки тоже все эти витамины вот две глобальных проблемы наличие паразитов и вот эти дисбактериозные состояния там сиборы и так далее вот то что и даже если в организм поступает или в нем синтезируется тот или иной витамин или там иное вещество то не факт что она усвоится и вот тут а она могла бы усвоиться и не потому сыроид неплохо и там как критикуют некоторые врачи что мол на нем не может бы 12 не мог он синтезируется в организме это знают но продвинутые врачи даже обязаны знать синтезируется но бактериями кишечными определен но то что не всасывается или второй момент не усваивается не увлекается биологический оборот это уже вопрос и вот мне например понятны причины я об этом еще и 10 лет назад ну почему а я и опять-таки я знаю людей которые при мама скажем у нее до дефицит на сыроедении а у ребенка который вырос с рождения на сыроедении и на веганстве да то есть никаких дефицитов нет то что у него микрофлора ну естественно путем даже перестройки не потребовалось то есть это шло естественным путем определенный сложился микробиом то есть виды бактерий именно те которые и так организм раба самая важная здесь штука я скажу дорогие друзья это стабильность вообще в стабильных условиях организм может к разному тип питания приспособиться есть просто более разумные менее разумные но поймите даже вот есть такой средний земноморский тип диеты питания когда разные во-первых определенный климат физический труд там очень много но и тип питания там же и при этом типе питания там есть некоторые маленькие узкие регионы где изолированные острова там где люди до недавнего прошлого конечно придерживались ну до 60-х годов вот как их в предки в поколениях и у них тоже 110 лет там и так далее это вот показывали одну бабушку вот как раз а тут не помню остров то вот есть 110 она на отказском станке на старинном таком чик-чик делает там ткань и она году как же с утра до вечера работаю ну понятно огород туда-сюда до в основном зелень моя мама 101 прожила до горит и сразу некоторые скажут это генетика чем люди вообще не понимают что такой генетика начинают этой глупости генетика типа вот им так проще потреблять свои сосиски дальше как бы сказать себе тем самым что а от нас от питания ничего не зависит от генетика а религиозные некоторые люди чтобы себя обмануть и расслабиться и путь по течению ничего не менять своей жизнью быть расслабленными такими они скажут это все от воли божией или там проведение все запрограммировано заранее ничего от нас не за я просто в шоке но просто ну как же вы принижаете роль человека нет человека творит свои судьбы безусловно нет не все зависит от человека и мы как говорил булгаков смертные самое противное что мы внезапно человек смертен это совершенно верно одно не отрицает другое вы тогда никакие философы и вообще ноль если вы считаете что одно противоречит здесь другому абсолютно не противоречит при равных прочих у человека который ведет действительно здорово жизни прожить дольше и здоровее шансов больше а если будете пить курить есть все подряд то сейчас тем более в наши дни до бабушки ваши дедушки могли пить курить ну не бабушки дедушки да так вот которые родились там 100 150 лет назад и прожить 90 и даже 100 лет могли вы же и 50 не проживете при таком образе жизни на вас сейчас действуют те факторы негативные страшные которые не действовали на бабушек и дедушек и тут уже генетика права вернее то что вы говорите генетика но в обратную сторону что теперь вы убиваете свою генетику когда мамы папы пьют курят дети тоже у них дети рождаются тоже вот тогда вы еще и генетика себе подбиваете это правда объяснять почему как с точки зрения генетики не буду а вот то что когда люди говорят что здорово вернее вот живут там где какой-нибудь линкаранская там вот это линкарань или там в азербайджане вот эти вот регионы где или талыши вот это талышское бывшее ханство а потом азербайджан с двадцать восьмого года и вот там например то лишь и вот эти по национальности у них там в некоторых местах очень было раньше сейчас уже нет серьезные долгожители очень серьезные изра это генетика да это не не только генетика генетика даже ученые ваши любимые вот те самые прям вот из мгу говорят это 30 процентов а 70 процентов не генетика это образ жизни подпитание физический труд воздух все остальное а вот поэтому углова федора григорьевича который прожил 104 года да я его лично знал но великий русский ученый хирург у него папа мало прожил мама тоже папа вообще там 50 чем-то лет никто в роду долго не жил глупости все насчет генетики вот тоже вот для личных как бы сказать дешевые вот этой вот самообмана для того чтобы и вредным привычкам пристрастием зависимости а честно человек так не должен поступать хватит нести бред думайте всегда головой не надо упрощать все или так сказать вот замыливать себе глаза лапшу на уши сам себе не надо самому себе вешать ну вот так да рад что у нас была такая интересная встреча благодарю крестину тогда что если что-то потом спустя какое-то время будет какие-то интересные изменения информации прочего не то и напишите почту уже знаете сохраните а для новых зрителей ну вернее для всех я скажу что ты моё предложение было пожалуйста такие интересные ну просто людям понравились такие вот письма многие пришли под то видео с артемом что здоровый опять возобновили вы подобные видео которые раньше бы я вы считаю что вполне вот такой диалог с кем угодно но с интересным человек кто готов поделиться интересной информации я только за если благодарю мы с вами как-то встречались но когда я ездила к вам за медом но так и не получилось с вами поговорить потому что вы как всегда в делах как всегда туда да ну что вот но по крайней мере да так что нашего это знаете у нас очень многое все время чуть новое я я руку на пульсе держу и интересный препарат чат будет один который натуральный естественно ну понятно а вот я с одной новосибирской лаборатории академгородка ну там работать начал и очень интересный будет в виде спрея препарат назовем так грубое слово который вот брызгая носоглотку да убирает там насморк сопли заложенность отеки и так далее то есть такого препарата вообще нет но о нем будет видео так что все кто следит за моим каналом не пропустят ну спасибо что я не знала про май и июнь вот буду учитывать и вот этот мир а поскольку он хранится вечно то его можно там некоторые так и делают закупят чтобы на весь год чтобы быстро кончается такой мир то есть вот две волны вот сейчас в мае будет и прям там да и будет это снятый в перезимовавший а осенью уже будет тот новый который снимают за весь год а еще вот эти меды которые вот сразу скажу и вам это тоже будет важно и всем зрителям я очень не советую употреблять мед акации липы и начинают перечислять там только вкус дело в том что во первых монокультура как правило основную часть а там и другие цветы пыльца но дело в том что мед несозревший вот есть такая штука и не просто так поверьте это медовый спас абстрагируясь там от религии до речь то это наблюдение русского народа и искать дело в том что именно тогда созревает более-менее ферментируется мед это не до конца но это уже то число вот девятнадцатого там августа и после когда мед только тогда можно есть и и он более полезный а тот мед который перезимовал его осталось я так скажу мед говорят это я уже не знаю но мне говорили кто этим занимался вот мои старые знакомы что тот мед который оставался два года в языках но потом его давят да вот который дважды перезимовал то есть две зимы он там и даже рак лечит ну там я бы минус сахара то что это противопоказано тем у кого онкологии но все остальное вот и там да просто мне чудеса раз я даже об этом говорить не хочу но вот искать он уникальный редкий его практически ну так для себя там остается какие-то граммы там да у людей где-то язычок в углу они замечают его он остается на следующий год и еще перезимовывать тогда но это так поэтому дорогие товарищи пользуйтесь случаем уникальным перезимовавший мед это лекарство да абсолютно верно я подарила баночку вашего дягилевого меда одному человеку у них вся семья каждый год зимой болеет он жена двое детей и вот в этом году вот как только я подарила мед они начали его употреблять тоже по чуть-чуть я сказал что он полезно у него большое диастазное число они по чуть-чуть его употребляли и он сказал после того раза как ты подарила мед мы ни разу город не болели в первый раз такое вообще да и это точно дело не только витаминных минералов нет конечно мёд по нему не рекордсмен тут дело в другом что мы научно это нельзя объяснить но что-то тут есть и я что еще хочу сказать что насчет знает а есть еще один нюанс вот тут все-таки к слову скажу мне жданов рассказывал что раньше ну владимир георгиевич что значит вот он выписывал и вот эти журналы советское время пчеловодство до были журналы а там некрологи в конце были всегда такие вот ну там это как клубный такой журнал можно современным языком сказать там вот кто-то умирал из пасечников известных там до 110 лет 105 даже 115 то есть там просто ну вот что то тут вот конечно это не просто так и старобряться здесь опять таки да ну бе там без меда никак это единственный источник сладкого в тайге понимаете да там вообще же не так сказать фрукты это ну там что-то ограничено совсем и то по сезону и почти но яблоки ну персики абрикосы да дорогие друзья не удивляйтесь есть такие у меня есть такие растут например сорта персиков и абрикосов которые минус 40 выдерживают есть минус 50 поэтому это все действительно есть и хурма вергинская минус 50 держит третья зона климатическая так что все это существует просто вы не знаете ну вот ну ладно тогда вот на этом пожалуй и завершим на сегодня спасибо крестин до всего хорошего в общем жду от вас если что какие-то там а письма на видео выйдет вы уже соответственно это увидите не пропустите хорошо все хорошего до свидания кое-как... кolie фрукты